Сегодня в Самаре проходят проводы русской зимы. Наш корреспондент Анатолий Головко работает на площади Куйбышева, где жители и гости нашего города празднуют Масленицу. Анатолий, здравствуйте! Чем сегодня радуют посетителей и как организованы народные гуляния? Андрей, добрый день! Дела у нас замечательные. Мы находимся на площади Куйбышева и буквально несколько минут назад началась официальная церемония открытия в 12 часов. Заработали все тематические площадки. Сегодня 17 марта, а, соответственно, сегодня мы вместе с жителями и гостями Самары провожаем русскую зиму и отмечаем Масленицу. Думаю, что вы мне немножко завидуете в этот момент, потому что, ну, во-первых, прекрасная погода. Во-вторых, такая замечательная сегодня программа, которая продлится до 17.00. Но предлагаю вам не расстраиваться. Я проведу для вас и для телезрителей виртуальную экскурсию. И давайте начнем вот отсюда, со входа, с улицы Шестаковичи. Здесь у нас рамки металлодетекторов, дежурят сотрудники полиции, силовых структур, поэтому с безопасностью все в порядке. То есть здесь у нас вход. И дальше сразу со входа мы можем попасть на тематическую выставку. Маслен, здесь детишки вместе со своими родителями как раз-таки готовили все эти замечательные куклы, маслены. И вот сейчас быстренько буквально пробежим, чтобы никому не мешать и посмотрим, что же у нас есть здесь. Можно сделать огромное количество фотографий. Самим посмотреть, может быть, что-то захотите сделать. Поэтому, если заходите на площадь Куйбышева с улицы Шестаковича, сразу можно пройти на выставку. И далее уже идем к резиденции Деда Мороза. Здесь у нас и елочки, и самовары, и резиденция Бабы-Ягы. В общем, много-много всего интересного. Так, сейчас попробуем пробежать через людей. Много народу уже, несмотря на то, что полдень на площади Куйбышева. Здесь огромное количество фотозон. В том числе есть русская печка, деревянные сани. И мы с вами, Андрей, с нашими телезрителями двигаемся к центру, к центру площади Куйбышева. Через деревянный колодец, через фотозоны, через детишек. И в центре как раз у нас располагается главный символ Масленицы. Это вот такая прекрасная нарядная маслена. Пойдемте посмотрим. Подойдем чуть-чуть поближе к самому эпицентру событий. Здесь у нас комарохи на ходулях. Вот так. Забежим в кадр. Вот здесь можно сфотографироваться со скомарохами. На ходулях уже огромная очередь, между прочим. И дальше, дальше с вами идем, потому что экскурсия у нас такая в формате, в очень быстром формате. Проходим через Маслёну. Здесь у нас уже начались выступления творческих коллективов. Вот такая нарядная молодежь у нас танцует. А за моей спиной буквально сразу располагается большое количество палаток и город мастеров. Проходим через город мастеров. Здесь можно приобрести поделки наших народных умельцев. Из дерева, из тканей, из глины. То есть много-много всяких интересных товаров. Вот глиняная посуда в том числе у нас на прилавках представлена. И двигаемся дальше, двигаемся дальше к центру площади. Здесь у нас большое количество арт-объектов, в том числе самовары. Туда уже, к сожалению, не успеем пойти в сторону театра оперы и балета. Но там у нас как раз-таки располагается точка, где можно попробовать бесплатные угощения. Горячие блины, горячий чаек. И зарядиться классным настроением, друзья мои. Здесь тоже спортивное мероприятие проходит. Конкурс. Необходимо подняться вверх по столбу и забрать один из этих замечательных красных мешочков, где можно получить какой-нибудь интересный приз. Друзья мои, предлагаю двигаться дальше. Еще одна интересная локация присутствует на площади Куйбышева. Помимо всех этих красивых чашечек. Замечательных дымковских игрушек, которые вот тоже по правую руку от меня находятся. Есть еще очень классный эко-лабиринт для детей. Подсказывает мне режиссер, что остается не так много времени, но хочется показать вам все. Поэтому давайте быстрее, давайте ускоримся и посмотрим на этот лабиринт. Лабиринт выполнен из сена. Здесь можно и с детишками погулять, детям развлечься, сделать тоже большое количество фотографий. И потом, когда праздник закончится, сегодня в 17.00, все это сено соберут и увезут в Самарский зоопарк. Андрей, надеюсь, что максимально коротко, но очень емко рассказал вам о том, что происходит у нас сегодня на площади Куйбышева в воскресенье. Поэтому предлагаю вам после эфира прийти сюда, зарядиться хорошим настроением и уже в новый день, в новую рабочую неделю выходить с хорошим настроением. Спасибо!